Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере с MotorRage, всё как всегда. И как ты понял по названию популяренного ролика, сегодня мы с тобой поговорим о автомобильных номерах. Какие вообще бывают? Полублад, фулублад или просто красиво? Что такое? На каких регионах? Какой рынок? Какие самые популярные буквы и цифры? И вообще, в какие стоит вложиться и на какие даже не смотреть? Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита и мы начинаем. А перед началом данного ролика хочу посоветовать вам канал ютубера Рафа, который уже давно обитает в индустрии ГТА в поисках своей аудитории. На его канале вы можете увидеть кучу самых разнообразных видео и стримов, а также ваша любимая смотра. Кстати, сейчас у него на канале проходит конкурс на 3 места по 1 миллиону. Всё, что нужно, это подписаться на его канал, поставить лайк, написать любой комментарий под видео с конкурсом. Не упусти халяву, а ссылку на него я оставлю в описании. Также хотел сказать, что именно на этом сервере у меня есть свой личный промокод EVEN. Вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Иди сдавай направо и работай на свою мечту. Хоть вы и набрали 100 лайков на предыдущем ролике, но я видел достаточно неплохой актив. Если кто не видел, ссылочку оставлю на ролик в описании, это смешные моменты. Вы набрали неплохой актив и я решил всё-таки записать этот видос, разобраться в теме, обвалить или же поднять рынок номеров. Ну в общем, рассказать всё. Поэтому обязательно нажми на лайк, потому что это колоссальная работа, очень много времени потрачено на это. И не забывай подписаться на канал, ведь 80% смотрят без подписки, давай брат. Таймкоды есть внизу и на ролике, перематывайте в то место, которое вам более интересно. Но если вы хотите реально разобраться в номерах, то лучше не перематывать. Как вы знаете, ещё со времён МТА, номера это хороший пассивный доход. Прикупив один стоящий номер, можно спустя время его хорошо продать и неплохо заработать. Давайте разберём, какие номера существуют. Первые и самые блатные это фулл блаты. Фулл блатные номера это когда три цифры и три буквы одинаковые. Такие номера стоят 15 миллионов рублей с ГОСа, а срок может и дешевле, ну что вряд ли, и дороже. То в 2, в 3, в 5, в 10 раз дороже ГОСа. Вторые это полубла, такие номера стоят 8 миллионов рублей с ГОСа. Также можно взять срок дешевле и также можно взять в 2, в 3, в 5, в 10 раз дороже ГОСа. Соответственно это когда или три цифры, или три буквы одинаковые. И третьи я их называю тематические или просто красивые номера. Просто красивое сочетание букв и цифр. По типу ВОР, АОЕ, РВУ, СУК, МК, МУР, ХАМ, НАХ, ХЕР, МЭР. Ну и к этому типу еще можно конечно же отнести правительственные номера по типу АМР, ММР, ОММР и ЕКХ. Такие номера стоят всего лишь 1 миллион рублей с ГОСа. На самом деле в сфере МТА и ГТА 5 эти номера почти ничего не стоят. И влаживаться в них точно не стоит. Только единицы могут что-то стоить, но об этом мы поговорим позже. Значит какие регионы ценятся? Самые ценные номера это номера на московском регионе. То есть 77 это самый-самый ценный номер, самый-самый ценный регион. И после него 97 и 99. Также на питерском регионе это 78 и 98. Пока что на смотре нет трехзначных регионов, потому что рейдж поддерживает только восьмизначные номера. А если будет трехзначный регион, это уже 9 знаков. После того, как уберут это ограничение, я уверен, что 777 регион, то бишь Москва, тоже будет стоить хороших денег. На остальные регионы, если вы там не живете, нафиг смотреть пацаны не надо, это полный неликвид. Суммируем. Лучше всего покупать на московском регионе, а именно на 77. Именно он больше всего ценится и больше всего растет в цене. Такие же номера на других регионах могут существенно отвечаться в цене. В 2, в 3 или в 5 раз соответственно. Ну, конечно же, не стоит забывать, что есть спецсерии, которые ценятся только на одном регионе. Для примера, АМР, они ценятся только на 97 регионе. Остальные будут намного дешевле. Даже тот самый 77 регион. Чтобы узнать больше о спецсериях, можете просто загуглить номер или спецсерию в гугле, и вам подробно распишут, какие на каких регионах и что означает. Какие цифры и буквы больше всего популярны. Номера на более популярных цифрах и буквах будут соответственно больше стоить, чем на других. Это тоже нужно учитывать. Значит, популярные цифры для фулблатов и полублата с цифрами. Это 3 семерочки, это number one. После них уже идут 111, 555, 666, 888 и 999. Ну а после них уже идут 3 двойки, 3 тройки и 3 четверки. Ну а популярные цифры для полублатов или просто красивых номеров это 007 и 001. Остальные почти ничего не стоят и существенно могут отличаться от этих цифр в цене. Они просто красивые номера и просто подходят по тематику автомобиля. Например, M4, 004, M3, 003 и подобное. Насчет букв, какие самые популярные, если мы берем фулблаты и полублаты. Это 3 Ашки, 3 Ха, это самые популярные. Дальше идут 3 Ошки и 3 Мки. Ну а после них все примерно стоят одинаково. Это 3 Кашки, 3 Кашки, ну да, ККК, ННН, ТТТ, ВВВ, ЕЕЕ. Ну и из этих номеров могу выделить, что самые непопулярные из них будут ССС, УОУ и РРР. Такие правила рынка, в принципе, выбирайте те, которые вам нравятся и больше вам по душе. Нравятся вам ушки? Берите ушки. Не нравятся вам ушки? Не берите. Все достаточно просто. Значит, какой рынок? Как вы должны понимать, рынка на номера, можно сказать, не существует. Потому что они единственные в своем роде и владелец правил как бы выставить любую цену за свой номер. Если сложить все, что я говорил выше, то есть какой регион ценится, какой тип номеров, какие цифры и буквы самые популярные, то это будут и самые дорогие номера. Если вы хотите еще более подробно, давайте разберем самые популярные, например, фуллблаты. Самые популярные это ААА, XXX. Давайте возьмем ААА. ААА могут стоить от 45 миллионов до 1 миллиарда. А то и 2 миллиардов. Это как бы 3Ашки, 3Семерки, 77. XXX также могут стоить от 45 миллионов до 1 миллиарда. Это тоже 3ХА, 3Семерки, 77. Остальные же по типу МММ, ООО могут стоить от 25 миллионов до 700 миллионов. Ну и самые непопулярные по типу ВВВ, ЕЕ, ССС, УУУ, ТТТ. Но они могут стоить, ну реально, от миллионов 20-25 до 500 за самые популярные. Это насчет фуллблатов. Полублаты будут намного дешевле. И также не забывайте, что чем популярнее буква, цифра, регион, тем быстрее эти номера вырастут в цене. Больше всего в цене будут расти фуллблаты. После них уже полублаты. Но не забывайте, что полублаты очень медленно растут в цене, если их сравнивать с фуллблатами. А просто красивые номера, но они либо не вырастут цене никогда, либо вырастут ненамного. Значит, какие стоит вложиться? Ну вы должны понимать, что номера это как бы дорогое удовольствие. И это вложение не на месяц, и не на два, а на пару лет. Это как с вином, с каждым годом все лучше и дороже. Хоть смотрю всего лишь два года, хоть номера все выкупили, если мы говорим за фуллблаты. Потому что полублаты выкупили не все. Цены будут расти, когда уже у людей будут лишние деньги. И они не будут знать, куда их потратить. И номеров крутых, конечно же, в ГОСе не останется. Поэтому, когда как не сейчас, самое время прикупить себе какую-то серию. Или просто пару красивых номеров в цифрах и буквах. Что я могу от себя порекомендовать? Ну, я рекомендую брать фуллблаты все-таки на 77 регионе. Это самый популярный тип номеров, самый дорогой тип номеров. Самый дорогой регион, ну и самые быстрые растущие номера. Поэтому выбирайте именно те. А если честно, пацаны, это все не важно. Потому что выбирайте те, которые вам по душе и на которые вам хватит денег. Потому что можно всегда за зайцем гнаться-гнаться и никогда его не догнать. И еще раз вам говорю, не стоит влаживаться в просто красивые номера. Просто не надо. В принципе, вот такой вот маленький ролик вышел. Я надеюсь, я ничего не забыл вам рассказать. И помог разобраться в этом вопросе. Перекупы. Не благодарите, что поднял рынок. Пишите вопросы ваши в комментариях. Все смотрю, все лайкаю, всем отвечаю. Не забывайте подписываться на канал. Здесь выходит очень много крутых, веселых, информативных роликов. Колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым. Никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Левен. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока.